Друзья, мы поиграли на ИС-4, всего лишь одну трансляцию, и он двоякие впечатления о себе оставляет, поэтому я его назову так, как я прочитал, Четыре Деда, потому что самому мне впечатление, которое я хотел назвать, лучше пусть будет Четыре Деда, потому что как только я ему говорил, как я хочу его наречь, танк сразу начинал проявлять свои лучшие качества. Ну, они очень относительные, то есть, опять же, скорость есть, даже выше, чем раньше на СТ-1, еще быстрее двигаемся, вроде и наклон орудия прекрасный мне понравился, вроде и пробить где-то можешь, где-то не можешь, то есть, возможно, с подкачкой экипажа, когда дойдешь до 100% результата, наконец-то уйдет штраф по огневой мощи, и ты сможешь лучше из этого орудия пробивать, потому что, вот видите, у нас здесь вообще странно показано, штраф и прирост еще какой-то идет, то есть, как игра высчитывает возможности боевые, вообще уже для меня парадокс, потому что где-то ты хорошо пробиваешь, где-то плохо, поэтому от меня 5 из 10, то есть, средние такие впечатления, вроде машины боеспособные, а вроде и нет, то есть, одного стрима недостаточно, чтобы понять, то есть, я вижу, что есть броня, но опять же, она такая условная, есть пробитие, но тоже условное, то есть, этот танк, вот как и положено, он из компромиссов состоит, у него есть скорость, у него есть хороший наклон орудия, поэтому это все надо изучать, подкачивать экипаж и уже смотреть на большую возможность, но есть ли в этом смысл? Для меня, вот лично, я вообще не вижу смысла играть в десятках, вот какой смысл туда тратить время и серебро? Я потратил 250 тысяч серебра ради того, чтобы просто вот поиграть сейчас с вами на этом танке, ради чего? Я вот лично, для меня вообще никакой мотивации играть в десятках нету, я эти боны вообще не понимаю, куда тратить и какой смысл в них, то есть, для меня, вот, и обладает ценностью серебро, я за это серебро могу качать другие танки и тем самым поиграть на них, какой толк мне во всем остальном, я вообще не вижу, Поэтому, если для вас в этом есть ценность в вонах, то, возможно, для вас будет ценность тратить серебро на игру в десятках, потому что в десятках иногда такое бывает пробитие, что легче поиграть на более низких ранках и получить больше удовольствия, потому что там, во-первых, и пробивается все получше, и динамика поинтереснее, и люди попадаются менее опытные, более рисковые, потому что они на кон не ставят большое количество серебра и поэтому могут почудить, и это весело. Поэтому для меня вот это десятки, я до этого дошел, и для меня это сплошное разочарование, вот эти большие карты, какая-то куча народа, которые там сидят, друг друга выцеливают, какие-то слабые места ищут, тебе еще дают танк, который начинает выжирать у тебя серебро, и вот ради этого я выжираю себе серебро, где здесь удовольствие, ради чего я трачу как бы ресурсы, наработанные моим жизненным временем в этой игре, вот это серебро, ради вот этого, вот этого всего. То есть поэтому пять из десяти я считаю, что шило на мыло, то есть мы, конечно, будем проходить, меня спасает то, что у нас есть идея просто прокачаться, поиграть на танках, ощутить их, попробовать, что они из себя представляют, но что другие люди в этом находят, сидеть вот в этих десятках, там, сражаться друг с другом, я не вижу никакого смысла, просто вот. То есть как бы вот это все. Ну, тем более еще и ты теряешь серебро. Возможно, я бы серебро не терял, и было бы легче к этому всему приобщиться, а так какая-то цена за какое-то мифическое удовольствие, которое испытывают другие люди вот в этих топовых боях, и какие-то там, видать, награды мифические получают, потому что я вообще не понимаю, за какие вы там награды боретесь. Игра вообще не объясняет, ради чего тебе стоит играть в десятках. Вот для меня это вот такой вопрос. Ради чего мне играть на десятом уровне в технику? Она прожорлива по серебру, она вся какая-то странная, или мне повезло вот сейчас такие танки получить, которые, ну, как бы ни рыба, ни мясо, да, то есть все на компромиссах, вроде плюсы есть, но ты их не чувствуешь, всегда какой-то выйдет вот обожравшийся или перекачавшийся, который тебя бах и разорвет на куски. Поэтому это удовольствие уже для тех, кто успел к этому приобщиться. Вот я как новый человек вообще не понимаю, что мне там делать. Вот я рад тому, что мы что-то с вами взамен обрели, и поэтому испытываем удовольствие в иной стызе, благодаря тому, что просто сосредотачиваемся на танке и смотрим, на что он способен. Поэтому тут не просто еще впечатление, даже впечатление о топе 10. Ну, то есть вот эти десятки, которые для меня вообще непонятная техника, непонятный результат. То есть ты столько пути проходишь, а игра тебя никак не вознаграждает, наоборот, она тебя наказывает. Вот я дошел до десятки, она меня наказала на 250 тысяч серебра. Хорошая награда, да, то есть для мазохистов. Ты хочешь прокачать полностью линейку, и мы за это тебя накажем. Ну, лично у меня такое впечатление от этого результата. На арте это не так чувствовалось, потому что ты был в третьем эшелоне, то есть в поддержке. А сейчас, когда я был на тяжелом танке, был в первом эшелоне, я испытываю ощущение, что разработчики меня наказывают за то, что я потратил время на их игру, прокачался от первого уровня до десятого, и за это они меня наказали на 250 тысяч серебра, ничего взамен не дав. Сказал, типа, ты просто впустую потратил свое жизненное время, уделив время нашей игре. Вот такие впечатления. Вам надо что-то делать для новых игроков, чтобы они понимали, зачем им вообще приобщаться в эти какие-то там ранговые бои. Потому что, ну или пошите на дедов. В принципе, я не против, у нас канал как раз для постоянников. Но тогда хотя бы это осознавать, потому что мне, как новому человеку, я вообще не понимаю, какое здесь удовольствие люди получают. Такие, как бы, впечатления и ощущения принес нам из четыре педа.